6 января в вашингтоне началась настоящая вакханалия и продолжается она до сих пор я знаю вашу боль понимаю что вас ранило у нас были выборы которые у нас украли но вам пора домой у нас должны установиться мир закон и порядок привет мама помнишь как ты сказала мне что я не должна идти на протесты бвм потому что они могут стать агрессивными это ты павлик морозов сдал мать тереза в общем сдала мать в угоду политическим убеждениям так проходит земная слава она занимается ничем иным как обыкновенным троллингом причем низкопробным хотя может это у эстонцев такой специфический юмор кто знает раимбеком матраимовым раимбек да уж имена у них конечно же здравствуйте уважаемые зрители в эфире международная панорама и я даниил богатырев признаться честно неделю назад 5 января когда мы записывали прошлый выпуск и говорили о судьбоносных событиях в сша мы даже представить себе не могли насколько попадем в точку думали что дело ограничиться митингом сторонников трампа и консолидации республиканцев в конгрессе которые помогут действующему президенту перейти в оппозицию заручившись серьезным политическим капиталом но 6 января в вашингтоне началась настоящая вакханалия и продолжается она до сих пор не будем описывать события того дня подробно так как о них уже неделю говорят все новостные агентства планеты отметим лишь что собравшиеся на митинг у стен капитолия сторонники дональда трампа прорвались внутрь здания зашли в сессионный зал и ряд кабинетов парламентария включая кабинет спикера палаты представителей нэнси пелоси на фото с места происшествия можно разглядеть множество колоритных персонажей самым знаменитым из которых в силу своего экстравагантного облика стал шаман с рогами по имени джейкоб энтони чансли кстати его как и другого протестующего который запечатлен на фото несущим трибуну ранее неоднократно видели на продемократических митингах и акциях движения бвм само собой это обстоятельство дало почву для разговоров о целенаправленной провокации со стороны демократов ниже мы подробнее разберем эту версию а пока отметим что штурм капитолия закончился тем что четверо протестующих погибли одна из них эшли бэббит была ветераном вооруженных сил сша отдавшей службе 14 лет симптоматично что по поводу гибели этих людей либерально-демократические сми не устраивают таких истерик как по поводу смерти неоднократно судимого джорджа флойда в прошлом году чего уж там это ведь только жизни черных преступников имеют значение а жизни белых законопослушных граждан видимо ничего не стоят после переполоха в сми и резонанса вокруг штурма капитолия по всему миру дональд трамп призвал своих сторонников разойтись своем видеообращении он заявил цитата я знаю вашу боль понимаю что у вас ранило у нас были выборы которые у нас украли но вам пора домой у нас должны установиться мир закон и порядок твиттере и фейсбуке это обращение поспешили удалить из-за того что трамп заявил о фальсификации итогов голосования между тем избранный президент джо байден назвал протестующих сторонников трампа террористами не смейте называть их протестующими они были бунтующей толпой повстанцами внутренними террористами это так очевидно сказал байден на пресс-конференции в делавере собственно весь демократический истемблишмент сша а также американские мейнстримные сми отреагировали на события у капитолия именно в духе этого заявления байдена сторонников трампа мейнстримная пресса называет бунтовщиками и террористами спикер палаты представителей нэнси пелоси требует импичмента хотя править действующему президенту осталось менее 10 дней а ведущие социальные сети такие как фейсбук твиттер инстаграм и другие заблокировали аккаунты трампа как минимум до дня инаугурации байдена 20 января но скорее навсегда вероятнее всего после ухода с поста нынешний президент подвергнется уголовным преследованиям его сторонникам уже устроили массовую травлю полиция округа колумбия опубликовала фотографии участников штурма капитолия за информацию о каждом попавшим на снимки уже обещана награда в 1000 долларов кроме того спустя пару дней после штурма капитолия нескольких сторонников трампа принудительно высадили с самолета самолет авиакомпании дельта airlines вынужденно сел из-за пассажиров которые в разговоре выразили поддержку действующему президенту страны дональду трампу видео из аэропорта опубликовано в twitter дело дошло до совсем вопиющих случаев так издание за new york post сообщила что 18-летняя хелена дюк узнала свою мать терезу на одном из кадров штурма капитолия она выложила в twitter видео где-то во время беспорядков вашингтоне подралась чернокожей женщиной полицейским публикацию девушка сопроводила репликой такого содержания привет мама помнишь как ты сказала мне что я не должна идти на протесты бвм потому что они могут стать агрессивными это ты далее она писала о том что сама является убежденной либералкой и представителем лгбт которую родители выгнали из дома за участие в протестах бвм в общем сдала мать в угоду политическим убеждениям полагаю теперь вы понимаете почему в начале для описания событий в соединенных штатах мы применили термин вакханалия тотальная цензура повсеместная травля сторонников власти которая даже еще не перешла в оппозицию и самые мерзкие примеры попрания базовых человеческих ценностей в угоду идеологии либерализма все это стало реальностью сша в последнюю неделю и вероятно еще долго будет оставаться таковой что же до выводов из сложившейся ситуации хотелось бы отметить следующее достоверно установить был штурм капитолия провокации или нет невозможно наличие одних и тех же фриков на этой акции и протестах бвм может свидетельствовать как о том что они были специально наняты в качестве провокаторов так и о том что они просто участвуют в любой протестной движухи тот факт что полицейский кордон пропустил толпу капитолию также может трактоваться двояко возможно это было сделано намеренно и по приказу а возможно среди полицейских начальников были люди симпатизирующие трампу таких там немало так или иначе правды мы не узнаем да она и не особо важна гораздо важнее то как будет развиваться ситуация дальше фраза республиканцы деморализованы звучащая сейчас во многих сми может быть применена разве что к моменту утверждения байдена в конгрессе в дальнейшем на следующие четыре года они располагают огромным хорошо отмобилизованным и непримиримым электоратом готовым идти даже на самые решительные действия это серьезный козырь в руках республиканцев если раньше только демократы могли шантажировать страну террором со стороны бвм-щиков и анархистов то теперь аналогичный инструмент причем гораздо более точечного и осмысленного действия есть и у республиканцев еще один вывод если вы политик со здравыми консервативными ценностями действующий в стране с либеральным мейнстримом то ключевая задача для вас создать альтернативную медиа реальность в которую можно завлекать всех кто разочаровался в либеральном господстве нужно не жалеть денег на создание альтернативных социальных сетей телеканалов и сетевых сми которые будут иметь лояльную вам редакционную политику и в которых никто не сможет вас заблокировать или удалить ваш профиль ну и наконец самое главное америка расколота и этот раскол будет углубляться сторонники демократов и республиканцев ненавидят друг друга настолько что готовы громить и стрелять от большого кипиша страну пока удерживает только страх элит обеих партий потерять свои активы и социальные роли но скорее всего этот фактор сможет удерживать ситуацию недолго если проводить аналогию с украиной то америка сейчас где-то в районе акции украина без кучмы когда общество уже было расколото на два лагеря их численность была примерно одинаково были политики и с одной и с другой стороны но еще не было готовности элит перевернуть доску ради получения неограниченной власти о том смогут ли соединенные штаты вернуться к политике времен обамы в отношении китая и ирана поговорим с адвокатом международником кириллом барашковым здравствуйте кирилл все мы слышали читали о том что майкл помпео госсекретарь сша фактически снял все ограничения на взаимодействие соединенных штатов с тайванем мы знаем что это очень большой раздражитель для китая который исходит из практики одна страна две системы ну или даже из теории одна страна две системы потому что фактически он тайвань не контролирует мы видели как и раньше в этом точнее уже в прошлом году соединенные штаты пытались через тайвань дразнить китай теперь вот под занавес правления трампа подкинули такую бомбу но даже не китайцам а скорее в администрации байдена опять же в иране обогащают уран уже там до 20 единиц чего-то там что существенно превышает прописанные в иранской ядерной сделке нормы то есть к этой сделке тоже вернуться уже скорее всего не получится и вопрос следующий как-то сможет ли администрация байдена вернуться к политике обамы и если нет то как она будет корректировать свою политику в отношении китая и ирана а также других стран которые считаются для соединенных штатов потенциально враждебными но с которыми раньше демократы пытались наводить какие-то отношения ну смотрите значит ситуацию соединенные штаты китай соединенные штаты иран да текущую то что происходит прямо сегодня каждый час меняется ситуация и нельзя и сложно рассматривать в отрыве от раскола внутри самих соединенных штатов да мы видим ну совершенно кричащую интересную фантастическую ситуацию когда якобы я подчеркиваю я хочу это подчеркиваю слово якобы да устоявшаяся институциональная демократия президент за 10 дней причем не согласны с результатами выборов за 10 дней до окончания формального окончания срока своих полномочий меняется пытается подложить максимально максимальное количество мин под внешнюю политику новой администрации да с приходом который он априори не согласен поэтому все что происходит сегодня это интересно этого никогда не было это скажем так абсолютно феноменальная ситуация начнем с китая да действительно всегда для того чтобы не дразнить китайские власти не дразнить официальный пекин да всегда контакты с тыванием были ограничены сейчас скажем хоть уходящая администрация дональда трампа они пошла в банк максимально пошла в банк максимально пытается показать максимально пытается отрезать все пути назад для какой-то нормализации с китаем этой нормализации не произойдет на в той мере в которой по крайней мере в той мере в которой многие рассчитывают возможно в том числе в том и китае фарш нельзя провернуть назад превратить мясо торговые войны максимальное количество санкционных ограничений заградительных пошлин и так далее они уже они уже сделали свое дело отношения отношения уже испорчены внешне по моему глубокому убеждению да внешняя политика соединенных штатов она будет слабеть буквально на глазах в режиме онлайн потому что только то количество внутренних проблем внутренних противоречий которая накопилась у них оно не позволит максимум не позволит быть активными игроками такими как как они были при обаме при клинтоне при буш и прыганье на внешней на внешней арене похожая похожая история с ираном но с ираном с моей точки зрения вообще нету нету четкого понимания нету четкого понимания в администрации я думаю не у администрации трампа не у приходящей администрации байдена что делает да мы видим иран начал активно обогащать уран я вижу здесь объяснение основное возможно оно несколько неформально да о том что иранцы увидели скажем так ослабевание своего противника в том числе ослабевание соединенных штатов и решили что называется брать быка за рога да и максимально максимально пытаться нарастить влияние нарастить ядерный потенциал с пониманием и с пониманием того что скорее всего за это за это им ничего не будет вот как то так ну они также и ракетные программы развивают активно в последнее время мы знаем это тоже вероятно связано с той конфронтационной политикой которая была у них штатами в период правления трампа с убийством генерала сулеймани в общем-то которое вот уже больше года назад произошло и всеми подобными явлениями но мы видели тем не менее что евросоюз до последнего пытался спасти иранскую ядерную сделку конечно не получалось этого сделать если шанс здесь на какое-то посредничество европы возможно между штатами и ираном безусловно я еще раз хочу делать акцент евросоюз будет будет пытаться максимально смягчить позиции одной и другой стороны максимально пытаться вернуть я возвращаюсь к тезису про прокручивание обратно фарша да максимально пытаться вернуть максимально восстановиться тускло но мы живем несколько дней назад наступил 2021 год уже не будет ни 14 ни 13 ни 12 ни 10 ни даже 18 года соединенные штаты откровенно еще раз повторю слабеют на международной арене да соединенных штатов бояться все меньше на международной арене возможности окно возможности начать войну начать силовое давление но ходит поэтому иран принципе никогда не отказывался иран никогда не говорил о том что они не заинтересованы они сразу заявляли что они хотят производить ядерную программу что-то их суверенное право я уверен убежден что делать они это будут да будет с одной стороны возможно громкие заявления администрации байден и харрис будут более мягкие но тем не менее довольно жесткие заявления евросоюза будет определенное санкционное давление но к условиям ядерной сделки обама вернуться будет принципе уже невозможно время время прошло время сила сила и влияние основных игроков изменилась да и поэтому мы всем нужно привыкать жить в новой реальности мы слышали от администрации байдена будущей администрации конечно же намерение смягчить политику в отношении китая и ирана ну вот это мы собственно обсудили а если еще какие-то страны в отношении которых политика соединенных штатов может кардинальным образом поменяться ну вот например ходят такие слухи о венесуэле как ни странно но венесуэльское руководство возлагает большие надежды в том плане что штаты при байдене от них якобы отстанут или ослабят свою хватку и даже вот недавно было совместное заявление 27 представителей стран евросоюза о том что они перестали признавать хуана гойдо временным президентом венесуэлы да очень последовательная политика наших наших западных друзей и партнеров этой ситуации ну мадуро смотрите даниил да мадуро на сегодняшний день лидер намного более легитимный чем президент соединенных штатов да у мадуро не отключена на выборах социалисты не одна социальная сеть у трампа отключено все мадуро мадуро есть и в твиттере мадуро есть и фейсбуке и во многих других социальных сетях то есть его статус на сегодняшний день на международной арене даже выше чем у президента да я считаю что скажем так возможно возможно на короткое безусловно давление на венесуэлу опять же на первых пора будет ослаблена но не потому что приходящая администрация байдена харрис и принципе демократы да они травоядные просто повторю масса накопившихся проблем внутри страны просто не позволят ближай в ближайшее время им выплескивать энергию вовне вот это основная причина ну в таком случае то о чем мы с вами только что говорили представляется логичным таким окном возможности для китая для еще большего захода в южную америку фактически на традиционный задний двор соединенных штатов безусловно китай будет китай будет наращивать китай будет наращивать мощь будет наращивать потенциал экономическое давление будут происходить определенные процессы возможно возможно мы увидим да возможно мы увидим войны возможно мы увидим военные конфликты потому что демократы в сша они принципе не секрет они известны тем Они известны мирной риторикой, с одной стороны, а с другой стороны, после мирной риторики, мы помним Барака Обаму, получившего Нобелевскую премию мира, и потом начавшего серию военных конфликтов. Но они экспансионисты. Да, намного большее количество конфликтов, чем так называемый ястреб Дональд Трамп, список военных конфликтов, которого практически чист. Да, если не считать точечные, как считают некоторые, то ли террористические атаки, я имею в виду убийство генерала Сулеймани и попытка отправки военных диверсантов в Венесуэлу, да, то есть вот эти были два... Ну, ракетная атака на Сирию. Да, ракетная атака на Сирию, но в принципе он занял постамент пацифиста, да, за последние десятилетия в списке президента Соединенных Штатов. Получаются такие разовые акции, скажем? Да, разовые акции по сравнению с акциями Клинтона, Обама, Буша, это практически ничего, где были десятки тысяч, сотни тысяч убитых, пострадавших, то здесь можно сказать, что это президент-пацифист. Ну что ж, я считаю основной вывод из нашей сегодняшней беседы то, что Штаты действительно ослабевают и, наверное, не смогут уже проводить прежнюю политику. Да, они не смогут прежнюю политику и, в принципе, я говорил об этом и год назад, хочу повторить, и сейчас нужно по чуть-чуть спокойно, медленно, но привыкать жить в глобальном мире, где не будет доминирования, по крайней мере, точно Соединенных Штатов Америки. Ну и, в принципе, доминирование одной стороны, наверное. Доминирование, да, мы входим, уверенно входим в многополярный мир и где будет, как говорится, чей огород, пока неизвестно. Вот именно этим сейчас занимается вся международная, значит, все международное политическое сообщество. Спасибо вам за беседу, Кирилл. В гостях у Международной панорамы был адвокат-международник Кирилл Барашко. Главным политическим курьезом недели, пожалуй, стало заявление представителей 27 стран-членов ЕС о том, что они перестали признавать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Заявление посланников 27 правительств ЕС стало результатом достигнутой в Брюсселе договоренности о том, что самопровозглашенная роль Гуайдо в качестве временного президента не имеет институционального статуса. Это произошло после того, как социалистическая партия законно избранного главы Боливарианской республики Никола Самодура взяла под свой контроль национальное собрание. Вот так вот не имеет институционального статуса. Как говорится, так проходит земная слава. В данном случае слава американской марионетки, провозгласившей себя президентом независимого государства, но не имеющей реальной власти. С таким же успехом мог бы себя президентом Марса объявить. Там хотя бы риск того, что социалисты подтвердят народное доверие и всем кураторам придется с ними договариваться, отсутствует. А вообще судьба Гуайдо показательна. Всем нам известна еще одна самопровозглашенная президентша, которая вот уже несколько месяцев из-за рубежа грозит санкциями Беларуси. Интересно, что она будет делать, когда ее откажутся признавать ее западные кураторы. Продолжая тему Беларуси, нельзя обойти вниманием интервью Александра Лукашенко телеканалу «Россия-1», вышедшее в эфир 10 января. Манера подачи была живая и непринужденная. Белорусский президент с журналисткой то ехали в автомобиле, то сидели за праздничным столом, то посещали ледовую арену. Кстати, по поводу машины, профильные сайты, специализирующиеся на автомобильной тематике, тут же принялись обсуждать то, что за рулем Лукашенко ехал непристегнутым, автомобиль водит с 8 класса, а его первой машиной стал ГАЗ-51. Также различные издания и пользователи в сети принялись обсуждать белую собачку породы померанский шпиц, которая забежала в комнату во время интервью и которую белорусский президент усадил на стол, чтобы показать аудитории. Что бы ни говорили комментаторы, а будучи знакомым с политическими технологиями, я могу с уверенностью заявить, что все эти приемы были не случайны. Так в российских, да и любых других СМИ принято показывать людей, которым нужно создать благоприятный имидж. В случае с Лукашенко создание такого имиджа у российской аудитории через российское же государственное телевидение призвано решить две задачи. Во-первых, перекрыть тот негатив, который стороны выливали друг на друга во время споров вокруг налогового маневра и особенно летней истории с так называемыми вагнеровцами. Во-вторых, показать самому Лукашенко, что в условиях блокады и попыток свержения со стороны Запада Россия остается единственным мощным игроком на мировой арене, который его поддерживает. Кстати, в интервью белорусский президент прямо назвал Путина своим единственным другом и заявил о том, что больше друзей у него нет. Это говорит о том, что он понимает свое положение. Ну и по своему обыкновению немного заискивает перед Россией. Из важных моментов интервью стоит отметить, что Лукашенко рассказал о приблизительных сроках принятия новой Конституции в Беларуси. В ответ на вопрос о сроках проведения референдума по новой Конституции, белорусский президент заявил, что об этом будет объявлено на Всебелорусском народном собрании, которое запланировано в середине февраля. Он не конкретизировал, что принципиально нового появится в Конституции, однако из его ответа стало понятно, что основные изменения коснутся законодательной ветви власти в лице парламента. Цитата. До конца не сформированы основные предложения по изменению. Я обозначал некоторые о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство. Для наших зрителей напомним, что Всебелорусское народное собрание – это не парламент страны, а некий консультативный орган, собираемый из делегатов от разных округов и районов. В случае с изменением Конституции в его задачу будет входить согласование положений, которые необходимо будет изменить. Учитывая то, что заседать в этом собрании будут в основном люди лояльные власти, то его решения во многом будут носить характер формальной легитимации. Гораздо больший интерес представляет то, как именно будут перераспределены полномочия. Ведь от этого будет зависеть политическая стабильность и развитие страны. Положа руку на сердце, стоит отметить, что на всем постсоветском пространстве пока не было примеров успешных парламентских или парламентско-президентских республик. Исключением, может быть, могут составлять государства Прибалтики, но ввиду своего крошечного размера они не репрезентативны. Что же касается остальных постсоветских государств, в тех из них, где не возникло авторитарного правления и мощной вертикали власти, а вместо этого практиковалась постоянная парламентская борьба, до сих пор наблюдается нестабильность. Ярчайшими примерами тому служат Кыргызстан, Молдова, Армения и Украина. Впрочем, сомнительно, что Лукашенко этого не понимает. Гораздо более вероятно, что он хочет внести в Конституцию лишь косметические изменения, перераспределив полномочия номинально, но оставив власть в своих руках или в руках лояльных ему аппаратчиков. Интервью Александра Лукашенко подробнее обсудим с политическим аналитиком Русланом Безяевым. Здравствуйте, Руслан. Добрый день, Даниил. Добрый день, уважаемые зрители. Ну вот я хотел бы начать, наверное, с таких технологических моментов. Было заметно невооруженным глазом, что Лукашенко российские СМИ, в частности телеканал «Россия-1» пытаются показать в таком благоприятном образе. То есть вот эта собачка на столе, это тот же самый прием, что с детьми. Кстати, с ним и его сын там сидел. Дальше интервью в автомобиле, что вот он едет, такой водитель, значит, настоящий мужчина, рассказывает о своих первых машинах. Дальше ледовый центр. Ну, в общем, все по такому достаточно стандартному пиар-шаблону. Но мы видим, что за последние полгода, вот как проходят протесты в Беларуси, очень сильно изменилась повестка российских СМИ в отношении Лукашенко. И если раньше его там часто и ругали, и обсуждали на всяких шоу в неблагоприятном тоне, то сейчас мы видим, что ему строят совершенно другой имидж. Как долго это продлится и будет ли это зависеть от итогов конституционной реформы в Беларуси, которая вот грядет? Ну, я бы не сказал, что это была игра в одни ворота. То есть и Лукашенко пытался всем своим видом в этом интервью показать, что это именно тот Лукашенко, которого ждут и ожидают в России. Другого Лукашенко у меня для вас нет. Все, как было построено интервью, особенно вот на ледовой арене, да, там «пить будешь, я не пью». Подожди, ты в гостях пить будешь, ты ж в тирании. Да, да, да. То есть он говорил как раз именно теми смысловыми конструкциями, которые приятно было слышать уху российского гражданина. Но означает ли это, что ключевые концептуальные моменты противоречия между Беларусьей и Россией решены? Нет. И об этом же была часть интервью, когда, помнишь, подводили его, так «Путин твой друг?» – да. А Россия стратегический партнер? Ну, российский народ нам самый близкий. Ну, он сказал, тем не менее, что Путин единственный друг и других друзей у него нет. Его нету, но тем не менее, как бы 20 лет, а союзного государства нет. Давайте еще поговорим. То есть этот вопрос в проработке, когда там спросили, а когда же будет валютный союз, то это уже вишенка на торте. То есть сначала надо решить все остальные вопросы. В общем-то никаких особых у нас проблем нет, только денег мы взять не можем. А так все нормально. То есть то Китай дал 7 миллиардов инвестиций, да, там Помпео прилетал, все замечательно. Все прекрасно, все красиво, один тогда же вопрос, а почему же такие проблемы в белорусской экономике, что она может обслужить только 25% собственного долга? Я бы это все поднял, если бы под этот весь конструкт было заложено твердая экономическая основа. А когда такой основы нет, то очень тяжело быть умным и красивым одновременно. Насколько это вчера у Александра Григорьевича в интервью получилось, судить не мне. Но однозначно из того, что я понял, что он собирается как минимум этот 2021 год провести у власти под знаком конституционной реформы, а дальше будем посмотреть. То есть хочет еще все-таки пропетлять, что называется. Однозначно. Мимо реформы. Отсюда, да, отсюда и Коля, вот смотрите, и преемник уже есть. Он, мы даже спорим иногда, он единственный, кто со мной не соглашается. Ну знаете, такая классическая политическая система отцы и дети. Такая преемственность, которая, знаете, раньше с этого момента хихикали, когда была монархия. Ну там монархи, если мы возьмем даже ближневосточные, они понятны. А тут вроде демократическая республика, изменения в конституцию, референдум народ. Но при этом присутствует уже Коля как вот намек на преемник. Ну на самом деле в таких сугубо монархических системах ничего плохого не вижу. Единственное, что это, пожалуй, должно быть открыто и как-то принято народом. Согласен. То есть форма должна соответствовать содержанию. Если ты монархия, значит ты монархия. Она может даже не соответствовать, как в Азербайджане. Но там это принято народом, то есть все к этому толерантно относятся и всех устраивают. То есть и к этому, собственно, как форме, да, уже все привыкли. Но вот то, что та система, которую Александр Григорьевич выстраивал, уже просто не соответствует понятиям времени. Вот, собственно, это и есть базовый принцип для любого протеста. Александр Григорьевич же сказал, что мы хотим сохранить там социальную ориентированную экономику. Прекрасно, за счет чего? Ну, понятно, в общем-то, что ресурса на это у него нет. На данный момент, да, у Беларуси нет ресурсов. Это не значит, что он не появится. Но это значит то, что надо просто переводить экономику на новые рельсы. Мы видим, какие глобальные изменения происходят в мире. И просто оставаться постоянно там в нулевых не получится. Но сможет ли это сделать Александр Григорьевич и выстроенная им система, я не уверен. Смогут ли прийти новые люди, которые, пытаясь сохранить основы этой системы, заложат под нее мощный экономический фундамент в условиях того, что Александр Григорьевич вчера был апологетом многовекторности. Мы с США договоримся никуда не денутся. И с Евросоюзом, и Китай у нас, инвесторы то и то. И все, но я не уверен, что это получится. Надо будет как-то определиться уже, на каком из стульев ты сидишь. Ну вот, собственно, вопрос в том, что придет на смену этой системе Лукашенко. И он сам упоминал о конституционной реформе в этом интервью. Он говорил о том, что после Всебелорусского народного собрания будут выработаны некие идеи для новой конституции. Затем они будут проголосованы на референдуме. Ну понятно, что механизм достаточно долгий. Да, он же говорит, что к концу года будут готовые изменения, следовательно, он хочет процесс затянуть еще в 2022 году и в 2023 году. Все-таки он упоминал перераспределение полномочий в пользу парламента. И тут сразу у меня возникает такая мысль. На постсоветском пространстве ни одна парламентская республика или республика с сильными полномочиями парламента не была успешной. То есть все более-менее успешные постсоветские страны это либо автократии, будем говорить откровенно, кто-то называет авторитарными режимами, где-то, наверное, как в Туркменистане можно назвать это даже тоталитарным режимом. Но тем не менее, более-менее стабильные страны, они вот такие, республиканские и эти самые парламентские формы правления, они не выстреливают у нас вот почему-то. И примеров тому масса, как Украина, как Молдова, как Армения, как Киргизия недавно, кстати, которая проголосовала за президентскую форму правления. Грузия, ну да, Грузия туда-сюда, еще при Шеварнадзе она не была такой уж сильно парламентской, но тем не менее, если в Беларуси будут перераспределены полномочия в пользу парламента, не скажется ли это отрицательно на ее стабильности? Смотрите, Данил, то есть то, что Вы сказали, это ведь функция, это производная. Почему? Потому что постсоветским элитам, которые фактически выросли из элит советских, авторитарный строй был ближе. Авторитарный строй помог пережить лихие 90-е некоторым странам, некоторым, к сожалению, и это не помогло. И более-менее войти в нулевые с относительной стабильностью. Но быстрое развитие политического и научно-технического процесса показало то, что нынешняя ситуация уже неэффективна. А для того, чтобы запустить новые элиты на политическое поле, необходимо их вырастить, дать им возможность, что называется, встать на ноги и потом запускать их в самостоятельное плавание. Для этого формат парламентской президентской республики является более оптимальным, чем формат чистой президентской республики. Это мы видим на примере Беларуси. От кого мы можем назвать, кроме Лукашенко? Ну, в принципе, и никого. Никого. Кроме, пожалуй, раскрученных персонажей, которые с ним беседовали в СИЗО. Ну, мы же понимаем, что это бэк-вокал. Разумеется. Мы можем идти дальше, по примерам. У нас считается самым успешным президентом Кучма в Украине. Но Кучма – это и проблема, и решение. Проблемы мы до сих пор кушаем. Уже вы приводили пример Грузии, Шаварнадзе. Ушел Шаварнадзе, шел Грузии началось. Ну, да. Можно это бесконечно воспринимать. Вот есть антитеза, да, вот Алиевы, да, старшие и младшие. Вроде как бы все успешно, но и в самом Азербайджане ситуация же неоднозначная. Там продолжается противостояние еще старых постсоветских кланов, Средней Азии и так далее. Да даже в России, в той же, только недавно были обнулены договоренности конца 90-х, по которым птенцы гнезда Ельцина имели огромное влияние на российскую внутреннюю, в первую очередь, и внешнюю политику. Поэтому на этом переходном этапе я не вижу ничего плохого в парламентско-президентской республике. Просто надо подходить к этому спокойно, выбирать тот инструмент правления, который наиболее будет отвечать ключевой задаче — быстро перейти в новую эпоху. А новая эпоха — это же в том числе шестой технологический уклад, да, это новое ощущение и новое осознание роли и места человека и прочее, прочее, прочее. Хорошо, тогда вопрос следующий возникает. А, собственно, реально ли вырастить какие-то более-менее независимые, вот такие вот кристально чистые новые элиты в условиях, когда общество открыто всем ветрам, что называется? То есть не получится ли так, что часть этих элит автоматически будут какими-то белорусскими аналогами сарасят, возможно, крипто сарасят, чьими-то агентами влияния, ну, там, западными, российскими, может, китайскими, хотя это вряд ли, конечно. Это тот момент, который как бы система Лукашенко упустила. И просто в итоге Беларусь могут, ну, порвать изнутри, что называется. Смотрите, сейчас вот точка невозврата была пройдена, в принципе, в 2006 году для системы Лукашенко. Вот тогда, после первой этой революции, когда было серьезно заняться вопросом новых элит, тогда бы он спокойно на прошлых выборах ушел бы себе, стал бы белорус-баши, или, там, еще кем-то уважаемым человеком, да, Минск бы переименовали, там, в Лукашенковск, и все было бы прекрасно, памятники бы везде ему стояли, ни один бы человек не сказал, это наш национальный герой, и люди были бы совершенно правы. А зашло бы уже новое поколение, которое сдвинуло бы Беларусь. А в результате того, что с 2006 по 2020 этого не произошло, единственное, что остается у Беларуси, это плавная реинтеграция в Россию. Но тут встает вопрос, а зачем тогда Александр Григорьевич и его молодая команда? Вопрос интеграции в Россию на самом деле интересный. Здесь он многих будоражит, и в самой Беларуси тем более. Ну, налоговая уже пошла, да. Насколько на сегодня реалистичен такой сценарий? И если да, то каким образом он будет осуществляться? То есть мы же понимаем, что совместить две эти системы, ну, вот интегрировать в том самом классическом смысле полностью путем поглощения, значит, белорусской системы, российской системы, это непростой путь. И, возможно, он в некоторых аспектах займет даже, ну, не один год, и, может быть, не одну пятилетку. Это может нам нравиться, это может нам не нравиться, но мы аналитики, мы должны говорить то, что происходит. Никакого иного пути, кроме мягкой интеграции в Россию, у Беларуси после этих всех событий, о которых мы с тобой говорили, этих всех тенденций, этих всех фактов не остается. И фактически сейчас уже начался процесс налоговой синхронизации между Белоруссией и Россией. Поэтому я всегда говорю, что реинтеграция будет идти плавно. Да, она растянется где-то на 2-3 года. И за эти 2-3 года… На 2-3 или на 5-10? А? На 2-3 или на 5-10? Нет, 5-10 нет. Я думаю, 2-3 и уже будут какие-то первые значимые результаты. Даже налоговая синхронизация – это уже очень много. А что вы представляете себе в качестве первых значимых результатов? Первые значимые результаты… Ну, мы же понимаем, что союзное государство Россия и Белоруссия сейчас де-факто существует только на бумаге. То есть это должна быть все-таки полностью единая политическая составляющая, то есть единая внешняя политика, это единая безопасность, это единая транспортная логистическая политика, это потом единая налоговая политика, единая таможенная политика и в конце концов единая валюта. То есть это такой будет себе мини-евросоюз, только на постсоветском пространстве. С таможенной политикой вроде бы какая-то синхронизация была уже в Евразийском союзе. Ну, это не то, что Лукашенко говорил вчера о том, что это достаточно сложный процесс для того, чтобы товар, который производился на территории вот этого союзного государства, чтобы его производители имели равные стартовые условия, не более того. То есть там еще есть над чем работать, и во многом это упирается в то, что белорусская экономика, она крайне уязвима к таким очень серьезным рыночным реформам. Там до сих пор сохраняется масса предприятий государственных, которые убыточны, которым некуда развиваться, кроме рынка России и СНГ. При этом мы же понимаем, что Батька хочет и нашим, и вашим. Ну, кстати, вот есть интересный момент, Руслан, по предприятиям. Я смотрел статистику по предприятиям разной формы собственности в Беларуси. Так вот, предприятия государственной формы собственности суммарно показывают большую прибыльность, чем предприятия смешанной и даже частной формы собственности. Ну, частные, понятно почему, они там мелкие в основном. Вот, смешанные формы собственности. У нас тоже нафтогаз периодически показывает хорошую форму прибыли. Но если разложить это в периоде, да, то нафтогаз банкрот или Укрзалезница. Поэтому не будем проводить здесь прямые аналогии экономика Беларуси на дотационные. Именно поэтому им приходится 75% кредитов, которые они получают от России, реструктуризировать. Если у них так все прекрасно, еще же они деньги не могут отдавать. Нет, ну, под дотационным, вероятно, имеется в виду всегда государственный сектор, социалка. Вот именно то, что мы называем социалкой. Ну, в том числе в случае Беларуси это и предприятие. То есть у них просто очень большой процесс этой дотационности процента. Очень большой процент. Сейчас, ну, ни одна мировая экономика себе это позволить не может, особенно в условиях пандемии. Ну что ж, мы будем следить за развитием ситуации. Спасибо вам за беседу, Руслан. Спасибо. До свидания. В студии Международной панорамы был политический аналитик Руслан Безяев. Досрочные президентские выборы прошли в минувшее воскресенье в Кыргызстане. Они были совмещены с референдумом о форме государственного устройства. Гражданам республики предлагался выбор между президентской и парламентской формой правления. Напомним, ранее, после парламентских выборов 4 октября, в стране разразились массовые протесты и беспорядки. Их результатом стала фактическая смена власти. Премьер-министром был назначен Садыр Жапаров, освобожденный протестующими из тюрьмы, а затем, когда экс-президент Суорен Байженбеков сложил в себя полномочия, Жапаров стал исполнять и его обязанности. В отличие от многих других стран постсоветского пространства, смена власти в Кыргызии, произошедшая в форме переворота, не имела признаков внешнего вмешательства. В этом плане она является классическим примером нестабильности в республике, где слишком сильны клановые традиции и интересы, но одновременно с этим слишком раздуты полномочия парламента. Вероятно, жители Кыргызстана прекрасно осознают эту проблему, а потому по итогам референдума стало известно, что за президентскую форму правления проголосовали 85,2% избирателей, 7,7% выбрали парламентскую республику, 3,9% проголосовали против всех, как показал ручной подсчет 88,9% бюллетеней. Перейти к президентской республике предлагал Садыр Жапаров. Нетрудно догадаться, что и на президентских выборах победил тоже он. По состоянию на 11 декабря, по результатам ручного подсчета 90% бюллетеней, Садыр Жапаров лидировал на президентских выборах с результатом 81,5% голосов, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Второе место занял оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,3% голосов. Любопытно, что голосование состоялось при рекордно низкой явке. По данным ЦИК, она составила от 39 до 40% избирателей. Причем это с учетом того, что одновременно с голосованием проходил референдум о форме правления, который явно привлек на участки больше граждан, чем пришли бы проголосовать просто на президентские выборы. Так или иначе, прошедшее волеизъявление закрепило результаты недавней уличной смены власти в Киргизии. Анализируя биографию Садыра Жапарова, стоит отметить, что он родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу из Сык-Кульской области. Это дает основания говорить о том, что после очередной смены власти в Киргизии у ее руля снова находится представитель севера. Вообще, противостояние северных и южных кланов – это классика киргизской политики. Периодически они сменяют друг друга, причем зачастую прибегая к помощи улицы. Посадки свергнутых или просто завершивших свое правление президентов в Киргизии также не редкость. Так, например, предыдущий президент Суоренбай Женбеков, который был представителем южан, посадил своего предшественника и бывшего покровителя Алмазбека Атамбаева всего через несколько месяцев после занятия президентского кресла. Атамбаева тогда брали совсем некрасиво – шумно, со спецназом, штурмом дома и перестрелкой. Таковы уж местные реалии. Суть конфликта между южанами и северянами изначально заключалась в том, что первые, как говорится, крышевали торговлю отечественным опиумным маком, а вторые занимались поставками аналогичного сырья из Афганистана. Однако, после того, как наркоторговля в регионе осложнилась из-за усиления сотрудничества в рамках ОДКБ и контроля на таджико-афганской границе, основным предметом спора южан с северянами стал контроль над таможней и, как следствие, ввозом в страну китайских товаров, реэкспорт которых является важной статьей дохода ее бюджета. Таможенные следы косвенно видны и в причинах октябрьского бунта оппозиции, приведшего к смене власти. Бывшему президенту Женбекову ставили в вину то, что он косвенно спонсировал сразу несколько партий, прошедших в парламент, и собирался сформировать лояльное большинство путем кулуарных договоренностей с бывшим замглавы таможни Раимбеком Матраимовым по прозвищу Раим Миллион, который спонсировал партию Мекеним Кыргызстан. Ну, в общем, вы поняли, откуда в Кыргызстане берутся деньги и за какие финансовые потоки местные политики ведут наиболее ожесточенную борьбу. Возвращаясь к личности новоизбранного президента Садыра Жапарова, стоит отметить, что его путь к политическому Олимпу был весьма тернист. В частности, против него было возбуждено два уголовных дела. 4 октября 2012 года Жапарову и еще двум членам его парламентской фракции АТА Журт было предъявлено обвинение в попытке насильственного захвата власти. Поводом послужил организованный им митинг в Бишкеке с требованием национализации золоторудного предприятия Кумтор. Кстати, еще один вечный камень преткновения киргизских политиков – это контроль над золотыми рудниками. Думаю, причина понятна без объяснений. Участники той акции пытались прорваться на территорию Белого дома. В 2013 году в отношении Жапарова было возбуждено еще одно дело по четырем статьям Уголовного кодекса Киргизской Республики, среди которых захват заложника. Поводом послужил митинг в Караколе на севере республики против меморандума по Кумтору. Акция протеста переросла в беспорядки, которые сопровождались захватом в заложники полпреда правительства Высокульской области Эмильбека Каптагаева и попыткой штурма здания обл. госадминистрации. После возбуждения уголовного дела Жапаров покинул страну и несколько лет жил на Кипре. В марте 2017 года его задержали на границе с Казахстаном. Суд приговорил Жапарова к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в захвате заложника. Впрочем, богатое и насыщенное событиями прошлое нового президента отнюдь не означает, что он намерен менять внешнеполитические приоритеты страны. Сразу после выборов Жапаров заявил, цитата, «Россия была и останется нашим главным стратегическим партнером». Учитывая расположение Киргизии и конфигурации сил в регионе, такое заявление неудивительно. Об итогах выборов в Киргизии поговорим с профессором, доктором политических наук Валентином Якушиком. Здравствуйте, Валентин Михайлович. Здравствуйте. В Киргизии состоялись выборы. Избран президентом Садыр Жапаров. Более 80% голосов он получил. Правда, явка небольшая, 39-40% где-то в этих пределах. Но мы знаем, после чего произошли эти выборы. После очередного фактически переворота, где на сей раз уже, как мы видим, южане, точнее северяне взяли верх над южанами. Потому что прошлый президент Женбеков, он был все-таки представителем южных кланов, так называемых. Параллельно с выборами проходил также референдум о форме государственного правления. И большинством голосов, опять же, Киргизы избрали президентскую республику, все-таки предпочли ее парламентской. Поможет ли это решение избежать того цикличного повторения нестабильности в будущем, которое мы видели на протяжении предыдущих, ну, фактически двух десятилетий в Киргизии? Как будет развиваться политическая обстановка в этой стране в ближайшие годы при правлении Садыра Жапарова? И еще один интересный вопрос. Посадит ли он своего предшественника? Потому что это, судя по всему, стало традицией уже. В Киргизии существует своеобразный политический маятник. После того, когда страна была дестабилизирована в 1990-1991 году, то она была предоставлена самой себе. До этого было все ясно. Есть некий старший брат, который относится очень лояльно, помогает развивать индустрию, поддерживает мир, порядок, социальную стабильность. И вдруг нужно было править самим собой. Появилась идея либерально-демократические нормы реализовать. Появился академик Акаев, который это реализовывал. Но нормы западной либеральной плюралистической демократии вошли в конфликт с традиционными и, можно даже сказать, с архаическими структурами. Потому что начался процесс и социальной деградации, и политической деградации страны. И здесь, конечно же, тогда столкновение двух сил – север и юг. Ну это традиционный африканский или принадлежащий к третьему миру трайбализм. Если нет удерживающей внешней силы, тогда переходим к тому, что решаем вопросы взаимоотношений между кланами, племенами, этническими группами. И вот недавняя революция – это как бы был один из циклов вот этого маятника – север, юг. И что еще интересно для Киргизии? Киргизия выполняет определенную геополитическую роль, геоэкономическую роль. Она одна из прачечных в подсоветском мире. На Западе это Латвия была, но Запад сейчас взялся за Латвию. А Киргизия на Юге и Востоке любые миллионные, миллиардные суммы в реальных деньгах, долларах, евро, можно было через нее провести. И это страна транзита различного серого импорта и экспорта, ну больше импорта. Что в этой ситуации произошло? Один клан не удержал свою власть, приходит другой клан. Удержит ли он новый человек? А это конкретный человек, не то, что первоначально был либерал, академик. Или потом, как бы, такие хитромудрые дельцы от политики. И, правильно, возникала традиция, что, как на Украине в свое время, сотни лет назад, избрали Гетмана, пообещал за все хорошее против всего плохого, потом сложности, поколебался между разными геополитическими игроками и убрали его. Иногда с кровавыми для него последствиями. Вы спрашиваете, разберется ли он нынешний президент, избранный 80% голосов. Садыр Жапаров. Да. Ну, я думаю, что нашим слушателям запомнить будет сложно. Такие фамилии, имена, они не только русские, они даже не мусульманские. Нам Мухаммеда, Ахмеда легче запоминают. А тут типичные тюркские. Итак, господин Жапаров, который представляет собой действительно такого сильного человека, который и в тюрьме посидел, и был, как говорят, силовым предпринимателем. Народ его понимает и уважает за это, что человек сказал, человек сделал. Я бы здесь поправил не просто силовым предпринимателям, а силовым предпринимателям, прикрывающимся политикой. То есть он пытался отжать золотой рудник при помощи неких политических митингов. Слово о руднике. Давайте-ка я о руднике скажу. Потому что у меня на эту тему возникали разговоры и с киргизами, и с африканцами, и с китайцами. Потому что этот рудник сравнивали с некоторыми рудниками в Африке, в небольших свободолюбивых государствах. Оказывается, для того, чтобы предоставить иностранной компании такой рудник, потребовалось дать взятку где-то порядка 50%. Это выходит за все возможные ограничения. О каких тогда можно говорить про природоохранных инструментах? Предлагали китайские инвесторы сделать все нормально, конректно, использовать лучшие технологии. Они сказали, делайте, что хотите. Вот, пожалуйста, 50% сюда. Как мне объясняли киргизы. Так же и в некоторых африканских странах. Это использовалось и в антикитайской пропаганде. Смотрите, что китайцы делают с нашим народом, травят его с нашей экономикой. Подождите, почему китайцам? Это не китайское государство, это китайские бизнесмены. Их поставили в такое положение. Конечно, потом приходит кто-то и говорит, я буду наводить порядок. Одни денежки сняли, а другие говорят, а теперь будут природоохранные мероприятия. Смотрите, никто не хочет смотреть в суть событий. Почему страна такая коррумпированная? Что сделать, чтобы этой коррупции не было? Что сделать уже с коррупционными проектами, которые существуют? Ведь и Китай, и другие страны готовы вести себя антикоррупционно. Но для этого нужно снизить. Ну, как у нас сейчас. Вы считаете, что готовы? Особенно в таможенных делах. Ну, понимаете, это уже не 50% то, что делается здесь. То есть некоторые... Понятно, что это не 50%, но основной как раз источник финансовых потоков в Киргизии. Это уже не то первоначальное противостояние из 90-х между северянами и южанами за то, кто будет, грубо говоря, рулить наркотрафиком. А это противостояние за то, кто будет руководить таможней. И фактически запускать в страну китайские товары за все те же взятки. И кто будет брать русские кредиты. Потому что реально эта страна была геополитическим полем в игре трех основных геополитических субъектов. Единого Запада. Ну, он не единый, а глобальный Запад со своими внутренними играми. Но можно посмотреть в Ютубе, как перед этими выборами представители различных западных посольств, там кое-кого поддерживали и финансовые и так далее. То есть Запад на одной стороне, Китай другая сторона, Россия третья. Но создается впечатление, что не будет такого конфликта между Россией и Китаем, который хотел создать Бакиев, да, и который на этом погорел. Ну, и не только Китаем, он там где-то и Америку вводил. Что вот этот деятель, нынешний руководитель страны, сможет сбалансировать влияние разных стран геополитических игроков, как это в свое время делал Елбасы в Казахстане. Каждому предоставлял возможность действовать и более-менее сохранял в стране стабильность. Конечно, деградировали социальные структуры, деградировали государственные структуры. Остается только таможня, открытые зоны, да, зоны свободной торговли, куда приезжают купцы с товарами из Китая и затем экспортируют на весь постсовет, на все постсоветское пространство. Ну, что еще? В качестве прачечной финансовых институтов вряд ли это будет сейчас настолько эффективным. Самое главное сейчас будет, это кто будет сидеть на международной помощи. Россия очень надеется, что у нее просить много не будут. Китай тоже будет ограничивать возможности для бесконтрольного потребления китайских кредитов. Значит, расчет на то, что сможет новый лидер, силовой лидер усмирить народ, создать некие балансы между севером и югом и не позволит казацкой вольнице в любой момент проявлять себя. Ну, вот такая ситуация. Для этого нужны и смена формы, юридической формы правления, правильно? Для такого региона президентская форма правления больше подходит, чем парламентская. Это полный развал. Это примерно как 225 лет завершилось назад, 225,5 лет, история Речи Посполитой разделом Польши. Ну, у Кыргызстана такие перспективы есть. Развал на север и юг. Ну, Валентин Михайлович, на самом деле я бы не стал так драматизировать. С моей точки зрения, где-то, ну, с начала десятых годов у Кыргызстана эта перспектива развала уже отошла, скажем, на второй, на третий план, после того, как он плотно стал взаимодействовать с Россией в сфере обороны и безопасности. Но, так или иначе, хочу задать вот последний вопрос. Удастся ли обуздать эту главную проблему киргизской экономики и то, что делает ее фактически черной дырой Евразийского Союза? Это дырявую таможню. Вот удастся ли с этим справиться новому президенту? И есть ли у него такое желание самое главное? Мне кажется, у любого президента, сильного президента, есть желание и фактически возможность поставить таможню под свой контроль. С тем, чтобы никто попало на ней сидел, да? А чтобы сидели правильные люди. А чтобы сидели правильные люди. Но сидеть должно только государство на таможне, мы же понимаем. И оно должно действовать в рамках правовых норм, а не клановых каких-то интересов. Вы помните давнее представление о государстве «Государство – это я», когда говорит верховный лидер. То есть тут нужно будет найти какой-то баланс между традиционной вольницей. Очень киргизы похожи в этом плане на украинцев, которые хотят свободы и некого порядка. Есть такой шанс, что новый президент найдет это, умерит стремление потреблять у тех, кто непосредственно сидит на таможне, в министерствах, переориентирует эти потоки на более близкие ему группы и сделает этот уровень вполне приемлемым. Ну как в азиатских странах, ну 10-12% больше не надо. Киргизия отличается от всех остальных стран тем, что действительно есть внутренняя демократическая, такая архаическая культура, которая идет еще от родоплеменных структур. С этим нужно будет считаться. Это не будет такая президентская республика, как в Туркменистане или в Таджикистане. Даже не такая, как в Узбекистане, это как бы второй уровень просвещенного абсолютизма. А здесь будет какой-то элемент баланса между демократией, не западной, а азиатской, такая, какая есть в Южной Корее, на Тайване, в ряде других государств. И вот этой вольницей, которая, наверное, будет переводиться на уровень аулов, есть возможность в этом плане поработать и украинским экспертам, и российским. Они ездили туда, учили уму-разуму многих политических деятелей в 10-м, в 11-м, в 12-м году в рамках, ну как бы, соросовского понимания. Некоторые ездят и до сих пор, и не только в рамках соросовского понимания. Ну что ж, я думаю, на этой позитивной ноте мы будем завершать. Я благодарю вас за беседу. В студии Международной панорамы был профессор, доктор политических наук Валентин Якушек. Еще одна новость из рубрики политического трэша. На прошлой неделе реформистская партия Эстонии предложила обсудить в парламенте вопрос о вхождении страны в состав России. И если вы думаете, что речь идет о некой пророссийской партии, то вы ошибаетесь. Это те самые реформисты, которые называют своей идеологией правый либерализм, и которые стали инициаторами законопроекта о защите воинских захоронений. Напомним, именно на его основании в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года был демонтирован стоявший на площади Теннисмяги монумент, павшим во Второй мировой войне, прозванный Бронзовым солдатом, что вызвало массовые волнения среди русского населения Эстонии. Но вы, наверное, еще больше удивитесь, когда узнаете, что ранее реформистская партия предлагала обсудить в парламенте проведение референдума о выходе Эстонии из НАТО, референдума об инициировании Эстонии восстановления СССР, о вхождении Эстонии в сферу влияния России и о запрете обучения на эстонском языке в Эстонии. Иными словами, с тех пор, как реформистская партия в 2016 году перешла в оппозицию, она занимается ничем иным, как обыкновенным троллингом, причем низкопробным. Хотя, может, это у эстонцев такой специфический юмор, кто знает. Тем временем, с каждым днем становится все более понятно, что, несмотря на все надежды будущей администрации Байдена на попытки возврата к международной политике времен Обамы, вряд ли ей это удастся. 10 января госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон снял все введенные ранее добровольные ограничения на сотрудничество с Тайванем. Цитируем его заявление. Тайвань – динамично развивающаяся демократия и надежный партнер США. И тем не менее, в течение нескольких десятилетий Госдеп вводил внутренние ограничения в вопросе регулирования взаимодействия наших дипломатов, военнослужащих и других официальных лиц со своими тайваньскими коллегами. Помпео пояснил, что правительство США предпринимало эти действия в одностороннем порядке, пытаясь задобрить коммунистический режим в Пекине. Однако больше этого не будет. Таким образом, перед самым уходом своего шефа из Белого дома, Помпео решил окончательно усугубить конфронтацию с Китаем. Как мы знаем, в КНР не признают независимости Тайваня, официально используя формулировку «одна страна – две системы». В то же время Соединенные Штаты при Трампе активно провоцировали Тайвань на антикитайские демарши, в результате чего несколько месяцев назад тайваньские власти даже призвали к созданию в регионе альянса в защиту демократии, направленного, само собой, против Китая. И вот теперь, в преддверии въезда Байдена в Белый дом, администрация Трампа сняла ограничения на сотрудничество с Тайванем. Нам представляется, что сделано это для того, чтобы не допустить возврата в будущем к политике времен Обамы, когда США не вступали в открытую торговую и дипломатическую конфронтацию с Китаем, сосуществуя с ним как с мировой фабрикой. А вот еще одна новость, свидетельствующая о том, что возврат к американской внешней политике эпохи до Трампа уже вряд ли возможен. 5 января Иран объявил, что он возобновил обогащение урана до 20%, что намного превышает пределы, установленные в ядерной сделке 2015 года. Кроме того, в прошлый понедельник Иран арестовал танкер с химической продукцией под флагом Южной Кореи. Согласно иранским информационным агентствам, причиной ареста послужило экологическое и химическое загрязнение в Персидском заливе. Оба шага были предприняты на следующий день после годовщины убийства Соединенными Штатами высокопоставленного иранского генерала Косема Сулеймани и менее чем за три недели до окончания президентства Дональда Трампа. Поскольку напряженность продолжает расти, президент Трамп поручил Пентагону оставить американский авианосец на Ближнем Востоке, отменив на прошлой неделе решение о его выводе из региона. Как видим, в случае с Ираном, как и в случае с Китаем, возврат к политике Обамы уже вряд ли возможен. Слишком много воды утекло с момента выхода США из иранской ядерной сделки. И отношения Тегерана с Вашингтоном продолжают ухудшаться. А на этом наша передача подошла к концу. С Вами была Международная Панорама и я Даниил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон!